Добрый день, в прошлом интервью, как раз после проведения международной выставки Анапы «Самая яркая солнца России», где была презентация брендбука Анапы, Вы затронули тему необходимости обновления имиджа Грорта. Что сегодня делается, что уже сделано? С чем мы подойдем к началу сезона? В первую очередь, однозначно, мы хотим, чтобы хотя бы частично у нас все экскурсионные точки наши, которые на территории осуществляют экскурсионные наши прогулки, это экскурсионные объекты наши, будут процентов на 40 изменены, новые объекты будут, новые конструкции будут. Потом будут у нас новые конструкции на пляжных территориях, мороженое, напитки в новом, скажем так, варианте. Все эти объекты будут забрендированы в соответствии с новым брендбуком, как раз таки, и наши новые объекты будут сразу отличаться от предыдущих. Это первое, что мы будем видеть. Потом, также на пляжных территориях будут использоваться элементы этого же брендирования. Это будут наши объекты, которые занимаются водными прогулками, тоже будут забрендированы в новом стиле. Будем максимально требовать от наших предпринимателей, которые будут заниматься деятельностью, чтобы все наши продавцы были также в спецформе с нашим брендом. Вы здесь понимаете, как вы это понимаете? Ну, стараемся им объяснять, что это имидж наш, это привлекательность нашего города, курорта. И когда видят продавца в красивой маечке белой с нашим брендом в кепочке, уже другой вид, уже по-другому люди относятся. Мы, соответственно, стараемся, чтобы удивить чем-то наших потребителей, наших курортных гостей, которые приедут к нам отдыхать. Чтобы навести коллегу с торговлей, мы как раз тему сейчас подняли, и об этом неоднократно говорил глава нашего города Юрий Федорович Поляков, нужно этим заниматься не к началу сезона, потому что когда пройдут конкурсы, уже не будет шанса что-то изменить, а с начала года. А все, что было запланировано, успели сделать? Да, уже сегодня подписано распоряжение главой курорта о создании мобильных групп. Дополнительно у нас подписано с полицией соглашение о взаимодействии. Значит, будет создано большое количество мобильных групп, в которых будут входить сотрудники полиции и сотрудники муниципального образования. Дополнительно также подготовлен проект распоряжения по нашим, скажем так, транспортным объектам, которые у нас незаконно осуществляли деятельность в том году. На пляжных территориях это квадроциклы, вся водная техника, которая незаконно выходила. Также будет работать порядка, по-моему, 2 или 3 мобильные группы, которые будут осуществлять непосредственно только контроль за этой техникой, которая у нас незаконно выставлялась в том году. Это отдельное будет распоряжение и отдельные мобильные группы. В этом направлении будем отдельно тоже работать. Ну, Анапские пляжи совершенно справедливо называют бесцельным природным богатством курорта. Мы все прекрасно помним многочисленные жалобы на то, что мусор на пляжах, о том, что хаотичная торговля чем попало идет, о том, что нельзя пройти по пляжу, потому что какие-то ограждения, заборы и так далее. Как будут выглядеть Анапские пляжи к предстоящему сезону? Ну, как вы помните, я уже отвечал на этот вопрос, что в том году было дано поручение, мы убрали все, что находилось на пляжных территориях, максимально оставили только те объекты, которые там стоят постоянно, скажем так, это там, допустим, спасательные посты, которые на жемчужине, на территории жемчужины остались. В основном все объекты, которые находились на пляжных территориях, мы убрали. Значит, это первое, что мы сделали. Второе. В МОПАКУ дополнительно приобретена спецтехника, которая будет реже убирать, вывозить реже мусор будет. Скажем так, дополнительно будем брать рабочую силу, которая будет более эффективно работать именно в преддверии курортного сезона, мы усилимся в этом направлении. Почему? Потому что в конце того сезона мы уже эту работу, как бы эту практику видели, где нам что не хватает, поэтому надеемся, что в этом сезоне у нас все получится, мы справимся. Вы сказали, реже вывозить, потому что более эффективно будет по сторонам саморабота? Ну, у нас, во-первых, приобретено дополнительные техники больше, поэтому мы, соответственно, если у нас где-то собирались, были моменты, что они успевали отрабатывать, вывозить, допустим, собирали кучи мусора, то в этом году техника позволяет, мы можем, там одна, допустим, один трактор работает, одна единица техники на одном пляже, на другом вторая единица, то есть мы своевременно будем успевать это все делать. Доступность пляжа для туристов с ограниченными физическими возможностями, ну это бесспорно и, так скажем, плюс конкретно способности Анапы, но и в то же время по-человечески это необходимо сделать. Как изменится курорт? Станет доступнее? Да, есть поручения главы у нас в этом вопросе и встречались мы уже с нашими инициативными группами людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день было принято решение и просьба наших людей с ограниченными возможностями была первая, хотя бы создать условия, это на центральном пляже, спуск для них, раздевалки отдельные, туалеты, чтобы они могли иметь доступ. И на территории пляжа Витязева то же самое мы будем делать, то есть мы сделаем дорожки специально, которые для спуска именно к морю будут подъезжать они спокойно на своих креслах оборудованных и спокойно будут, скажем так, купаться. Ну и однозначно еще была просьба от них провести разъяснительную беседу со спасателями, чтобы одномоментно уделяли внимание этим людям дополнительно. Это будет проведено инструктажей, конечно, будем еще перед самим сезоном однозначно всех соберем, со всеми отработаем. Дополнительно я лично выезжал в наши два крупные объекта, это Высокий берег, там есть у нас также спуск для маломобильных групп, обследовал его. Сейчас хотим еще совместно выехать с инициативной группой, чтобы они дали свою оценку, подходит, не подходит. И второе, это Малая бухта, там есть лифт, можно спуститься спокойно и также у них есть спуск к морю. То есть мы сейчас эти два момента отрабатываем и с ними также, я надеюсь, что у нас все получится, потому что выйдем на место, дадут они свою оценку и я уверен, что их все устроит тоже. Ну не могу не спросить, среди статистическими событиями от Кемерово, как будет обеспечена безопасность на детском курорте? Ну да, у нас только вчера проходило заседание антитеррористической комиссии, там тоже много поднималось вопросов. Конечно, дополнительные меры будут усиления со всех сторон, компетентные органы тоже прорабатывают, это все вчера докладывала и замначальника полиции о том, что будет усиление во всех направлениях. Конечно, в первую очередь, пляжи тоже являются местом массового пребывания людей, однозначно будут усилены патрули, я уверен, и полиция, и казаки будут задействованы как можно плотнее, как можно больше будут заниматься непосредственно этими вопросами. Какие новые впечатления, на ваш взгляд, будут ожидать туристов в Анапе? Куда бы вы посоветовали сходить, на что обратить внимание? Ну у нас много планируется разных новых экскурсионных маршрутов, конечно, у нас открываются новые объекты этнографического туризма, Места туризма это, где можно выпить бокал вина, посидеть на воздухе, посмотреть на красивые виноградники, но это все пока держим в секрете, пусть приезжают, а мы покажем то, что мы имеем сегодня. Интрига. Спасибо большое за этот разговор. Спасибо.